Встреча с Энергоснабжением 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 История не закрыта. Причем вопрос стоит, понятно, в том, что в Изюмане не вернутся никогда. Но вот эта вот энергия, которая, вот эта энергия внутренних противоречий, она уже у них зародилась. Это очень и очень важно. А все эти рассказы про то, что мы ушли, чтобы перегруппироваться и так далее. Вы представляете, в каком шоке сейчас российские военнослужащие? Там вот реально за Изюм было положено тысячи российских солдат. Такого накала боев в Европе действительно со Второй мировой войны не было. У наших парней там тоже много полегло. Они там штурмовали его месяц за месяцем, месяц за месяцем. Там укатали 35-ю армию с двумя полнокровными бригадами. Они там все погибли. И тут в один прекрасный момент раз и это все посыпалось. Это просто лишний раз говорит о том, что российские оккупанты на украинской земле временно. Они отсюда рано или поздно уйдут. И самое интересное дело, вот смотрите, как они быстро драпали эти суки российские. И здесь я говорю, собаке, конечно же, ни при чем. Но это демонстрирует, что, во-первых, в каждом населенном пункте оккупированном нужен оккупационный корпус. Нацгвардия, Росгвардия, СОБР. Я хотел через буква Х сказать СОБР. Ну, в общем, различные военные российские подразделения. Блин, ну с такими темпами, я не знаю. Китайцы будут идти до Урала, им даже никто не скажет, что здесь российская территория. И вот это вот такие вот моменты очень интересные. Ну, то есть я, во-первых, слава ЗСУ, украинская армия показала всему миру, что мы злые, вооружены и умеем воевать. То есть даже анализируем российские вот эти вот паблики, этих коцов, поцов и других российских тварей, то выясняется, как они пишут, подлые украинцы. Это очень подлые украинцы. Они напали в то время, когда все командование российских вооруженных сил отправилось на учение «Восток-2022». Как они действуют? Они действуют очень слаженно. Сначала заходит спецназ. Если они видят сопротивление, они указывают, куда надо стрелять, и идут дальше. Дальше идет кадровая армия, то есть сухопутные войска. Они мочат российских оккупантов и тоже идут дальше, а на их место заходит территориальная оборона. И так повторяется, и повторяется до момента выхода. Вот вы сказали, на границу Харьковской области, а я бы сказал, на Украино-российскую границу. Вроде бы то же самое, но, как говорится, есть нюанс. И да, это будет продолжаться. Единственное, что... Смотрите, они же сейчас... То есть все усилия будут переведены в Донецкую и Луганскую область. Ну, очевидно, в Крым. И война будет продолжаться. Это тоже факт. Кстати, есть такое издание МКРУ, которое по Фрейду написало, что... Ну, несколько дней назад эта информация сильно устарела, что российская армия срочно перебрасывает резервы для обороны Балаклавы. Балаклавы... Ой, у них тут столько версий было. И для Балаклавы. Некоторые перебрасывали резервы для обороны Бакалеи. Бакалеи, я тоже подумал. Вполне возможно, что вот на обороне Бакалеи в конечном итоге они остановятся. После того, когда их выпрут, выгонят огнем, естественно, украинской армии с территории Крыма. Но, да, по Фрейду. Много тем сразу же затронули, поэтому я зацеплюсь сначала за одну, а потом уже так схрумкуя другие. Когда я понял, что у них все плохо, я уже это говорил в одном из эфиров, с Самосем Мишей, но повторюсь, потому что это важно. Когда... У них есть военкор такой, то ли стрим наусов, то ли стримаусов, в общем, что-то такое. Военкортер Гауляйтер. Главный род Кремля на оккупированной части Херсона, что очень тоже показательно, потому что два месяца назад туда приезжали вице-премьеры. Сука, извините, пожалуйста, Гела, я говорю о министре иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова, который рассказывал, что Херсонская область, мы будем теперь от нее отодвигать украинскую армию. И вот эти вот все люди, которые тусуются в районе Красной площади и приезжают к Путину, когда он соизволит за длинный стол, вот они все, вот прямо сейчас, и все на это смотрят, они жрут российское говно. А весь мир смотрит и думает, почему они при этом еще причемокают и говорят, ой, как вкусно. Ну да, стримусов, главный сейчас, это спикер от Херсонщины, его не жалко. Вот я просто послушал его, Грешин, раньше я мониторил все их паблики, сейчас уже просто времени не хватает, нужно следить за очень многим, и поэтому вот натыкаюсь в основном на украинских телеграм-каналах, то, что, может быть, вырвались с контекста. Но набор слов, вот цитирую буквально, специально выписал, нацисты обстреливают, дети не дают наладить мирную жизнь, убийцы и так далее. Мне особенно понравилось, вот, а, и в конце, мы возьмем Николаев. Мне особенно понравилось, не дают наладить мирную жизнь. И еще что меня поразило, захваченные книжки, квадратные фрошюрки, почему погибнет Америка. Где Кура, где мой дом, где Америка, где Херсон? Вот этот вот парень, на самом-то деле, он интересен чем? Потому что он из категории вот этих вот шизанутых русскомирных, в России таких людей уже практически не осталось, их мы уже всех отминусовали за эти восемь лет войны. Так вот, вот в то время, когда они там, Херсон наш, Херсон, вот здесь Россия навсегда. И потом через запятую он говорит, типа, мы боремся с Америкой, мы боремся с долларом, там, и всякое такое. И просто это интересно, когда человек, являющийся главным спикером Российской Федерации, главным гаулятером, рассказывает российским солдатам за то, что они умирают, за то, чтобы не было американских долларов, и Россия была везде. Это странно, просто, ну, они же не все кретины. То есть, если человек в российской военной форме, то не факт, что он долбоеб. То есть, вероятность очень большая, но не факт. Вот, и вот когда, еще раз, внимание, Украина их давит везде. Например, Херсон и правобережная часть оккупированной Херсонской области, она вся простреливается полностью, там вообще нет безопасных мест. И российские военные это знают, и они грустят, потому что им говорят держаться. Они фактически их загнали на плацдарм такой, который постоянно обстреливается. Все вот эти вот герои, а-ля Гиркина, он говорит, что такое произошло, они вообще не экономят хаймарсы. Ну, не знаю, экономим мы именно, не экономим, но факт остается фактом. То есть, это заявление с их стороны. И, с одной стороны, Днепр, который, как четко заметили в «Газпроме», в связи с похолоданием тоже будет холодать, вода будет холодной. Он там очень широкий, его можно переплыть, если ты в хорошей физической форме, вот прямо сейчас. То есть, вот все, это последние дни, мы уже не первый раз об этом говорим. И эти люди с оружием, то есть, вы знаете, я смотрю на видео, что они бросили в Харьковской области, когда там целые ротные комплекты танковые. Ты идешь, и оно абсолютно все помыть, свастику закрасить, вполне возможно, что и заправлять не надо. Они это все побросали, вы представляете, что будет на правом берегу, где эвакуировать это уже невозможно. Потому что мостов нет, переправы все под обстрелом. Ну, в общем, пусть громче кричат «Россия здесь навсегда». Вот вы видели, какую газету они в Харькове издавали? Она же прекрасна. Называется, так и называется. Не знаю, видно тут у меня. Вот «Харьков», «Россия здесь навсегда». Ну, вот «Цветная газета», что-то тут написали, «Время покажет». «Россия здесь навсегда». Обратной дороги не будет. И представляете дело, там, где дорога была, они бросили оружие, боеприпасы, БПЛА новые, средства РЭП. А дорога-то была назад. А вот из Херсона дороги нет. Это правда. Только в пласть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова